Добрый вечер! А вот детали, как всегда, от души. Ведь, как известно, именно в них кроется тот, кого нельзя называть. Весь наш осенний цикл передач будет посвящен именно этим деталям. Мы будем разбираться в них и в событиях, происходящих вокруг них вместе с вами. И я обещаю, что эти три месяца мы проведем с большой пользой. Я Дарья Ионова, и я расскажу вам обо всем, что происходит в областном образовании. Итак, приступим! Опубликованы примеры заданий для выпускников школ этого года и темы итогового сочинения. Осенью текущего года в Самаре и Тольятти откроются детские технопарки «Кванториум». В Самаре прошел конкурс детского творчества, посвященный Дню воспитателя и всех дошкольных работников. Новый учебный год уже стал знакомым не только с точки зрения воспитания школьников как граждан России и как патриотов. В этом году серьезно изменилась государственная политика в вопросе гармоничного развития подрастающего поколения. Весной этого года в канун летних каникул Владимир Путин подписал указ номер 240, который на ближайшие 10 лет обозначил приоритеты государственной политики в сфере защиты детства и поручил правительству Российской Федерации в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия детства. «Если говорить с точки зрения стратегий, то мы понимаем, что президентом заявлено обществу, что наряду с колоссальными экономическими проблемами, которые есть, что есть проблемы очень важные в социальной сфере, военной, если хотите, в той непростой ситуации, которая нас окружает, все равно национальной главной стратегией, если хотите, самым главным национальным вопросом становится вопрос подрастающего поколения». Начало этого учебного года – это начало реализации указа. И сейчас важно понять, на какой уровень поднимется работа с детьми и какие интеллектуальные и материальные ресурсы потребуются. Но еще важнее осознать, что идеология нового проекта созвучна с традиционными ценностями россиян и может стать для граждан страны консолидирующей идеей. И если целых 10 лет в стране пройдут под знаком детства, это может принципиально изменить жизнь в стране. «То есть нам нужна личность не просто творческая, не просто активная, не просто интеллектуальная, не просто здоровая. Вся эта сила должна быть направлена, безусловно, на то, чтобы стать опорой и основой гражданского общества России». Осознание этого на государственном уровне происходило не сразу. Начиналось все с небольших разрозненных организаций, движений. Следом пришло понимание, что эти организации и движения можно объединить. Но все равно много неясности и простого непонимания, как реализовать этот проект на уровне школы. Цели обозначены, средства определены. То есть ведь основные реперные точки, на которые можно опираться, уже созданы. Опираться есть на что. А вот в остальном такая свобода, в которой можно проявить свое педагогическое творчество. Поэтому надо начинать, надо искать людей, которые в этом заинтересованы, надо искать социальных партнеров. Не надо соформализовывать только ничего. Именно в такой партнерской, свободной и в основе своей неформальной обстановки прошел майский слет российского движения школьников «Мы вместе». Мы, конечно, хотим, чтобы во всей этой деятельности и сегодняшний слет тому подтверждение, чтобы сохранилась романтика в работе этих детских организаций. Чтобы повторилась романтика пионерских костров, орляцких кругов. Дети рады. Дети всегда... Ну как, понимаете, дети, они по натуре как цыгане. Они всегда хотят куда-то ехать. А когда такое замечательное мероприятие, да, конечно же, они рады. Тем более, они же... Это же дети не просто выхваченные из какого-то класса. Это дети, которые на местах реально занимаются в каких-то детских объединениях. Поэтому это социально ориентированная уже группа, да. То есть это, ну, вот наша аудитория, скажем так. Теперь об основных новостях и событиях в губернском образовании. И начнем мы с экзаменов. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Определены темы итогового сочинения для выпускников школ в этом году. Каждое тематическое направление имеет два понятия, преимущественно полярных. Такой подход позволяет создавать разнообразные формулировки конкретных тем сочинений и расширяет возможности выпускников в выборе литературного материала для построения аргументации. В этом году темы итоговых сочинений звучат так. Верность и измена, равнодушие и отзывчивость, цели и средства, смелость и трусость, человек и общество. Итоговое сочинение нацелено на проверку общих речевых компетенций обучающегося, выявление уровня его речевой культуры, оценку умения выпускника рассуждать по избранной теме, аргументировать свою позицию. Оно также содержит требования построения аргументации с обязательной опорой на литературный материал. На официальном сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы спецификации, кодификаторы и демо-версии КИМов, итоговые аттестации 9-11 классов. Такие задания и в целом проекты КИМов публикуются ежегодно перед началом учебного года с целью привлечь внимание профессионального сообщества к обсуждению и разработке экзаменационных материалов. Эти документы являются основой для дальнейшего составления КИМ и позволяют каждому участнику экзаменов составить представление о структуре будущих экзаменационных материалов. Задания в домоверсиях не включаются в экзамен, однако являются аналогами реальных. С этого года, как вы уже знаете, в школу вернется астрономия. И не для того, чтобы лишний раз доказать нам, что Земля круглая, а Солнце ближайшая к нам звезда. Астрономия — великолепный инструмент познания мира и места человека, и человечества в нем. И звездное небо — это просто красиво. И полно тайных загадок, только и ждущих пытливого взгляда. Данил Панов, десятиклассник из Рубцовска, Алтайский край, впервые взяв в руки снимки звездного неба, обнаружил на них сразу два новых космических объекта. Уникальную звезду — белого карлика с вращающимся вокруг него красным карликом, уже зарегистрировали в Международном реестре переменных звезд и назвали в честь юного астронома Дэн Ви-1. Оказалось, что алтайский школьник нашел не просто переменную звездочку, на которую обычно натыкаются исследователи космоса, а удивительный космический объект. С нетерпением ждем подобных открытий от наших областных астрономов. В губернии, в структуре Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества планируется создание ресурсно-методического центра. Самарская область — родина технологий российского и мирового уровня. Космос, оптика, нанотехнологии, фотоника — это отрасли, которые сами генерируют новые направления. Детские технопарки «Кванториум» откроются уже этой осенью в Самаре и Тольятти. В Самаре прошел детский конкурс, посвященный Дню воспитателя и всех дошкольных работников. В рамках конкурса были представлены архитектурные проекты детских садов, самодельные книги, а также мультипликация на заданную тему. И самое главное, что все объекты были сделаны самими воспитанниками садов. Один из мультфильмов мы сегодня хотим вам показать. Однажды Маринка принесла в детский сад переводные картинки. Нравится малинке, переводить картинки. Вот стоит ее гашок, а на нем картинка петушок. Вот она цветок взяла и на дверь перевела. Перевела картинки на Сашину ботинки. Встал со стула Дима, а на нем картинка машина. На сандалях бегемот, шаг открытый рот, а на кепке виталет. Говорят воспитатели дети, а у вас цветы на жилете. Сборку кошка на окне и лягушка на спине. Воспитательница взяла картинки и спрятала их от Маринки. Сняла Маринка плачь. Ну пожалуйста, не прячь. Больше я не буду клеить их повсюду. И с тех пор порядок в группе. А цветы ассут в альбоме на клумбе. Мы прощаемся с вами. До свидания, до встречи в понедельник. Еще больше новостей, лиц и героев в Большой Перемене. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин